так сегодня 23 августа съемка идет из двора бывшего дома павла сейчас который принадлежит мне вот собственно сам дом вот огромная работа которая была сделана нами вот сегодня с утра занялись вот трудом курицы помогают без петухов и на тихоныч лопатой на тихоныч что делаем сейчас что делаем то твой участок приводим в порядок это глубокая яма павел выкопал сколько она тут 5 метров представь 5 метров и так метра 4 и на глубиной может вот такая была силос коровь это был трудяга невиданный и главное один вот эту балку мы сейчас не можем с места сдвинуть железная он ее один где-то нашел приволок и заложил вот она лежит мы сейчас отсюда вытаскивали вытаскивали железо и вот это вот все железное сваренное железное железный столбах стоит какие бревна вон посмотри он один телега один другом жил один богатырь и пьянство все сожрало он теперь вот этот домик дом продал не домик настоящий дом мы вчера показали какой подвал и вот теперь новый хозяин силовка для коровы а курицы то смотри где вплотную подошли вот они везде они не боятся почему-то червей много вот она сразу находит его и ест это тоже человеку сказать вот такое что курица съедает ты будешь есть да никогда но курица переработала веечка берет и есть человек он оленяет голозадый петушок вот она разгребает и червя и море теперь дальше снимать как его как поднимать балку тут надо сколько человек и куда не пойдем везде у него тот бузина придется спилить яблоки привой делал пасека у него здесь это большая пасека а теперь ничего нету ничего и не лошади нету ничего все пропил и телеги все пропали притом трудяга за него молятся чтобы господь избавила дьявола который принял душа ащеных нас осуждение он осуждал осуждал брата и акима сатана поймал на этом все плохие и осуждал просто с ненавистью какие-то фляги там у него в кольщину пехал ворует милиция говорит не успевает от него езжать жалобы все своровали матери на что было у пьяный лежит еще не взять у трезвого ворует а у пьяного тем более вот такая работа на на вокруг сейчас это все вырвать вот никита его пластает он какая крапива выдели ее старая трава железом с проволокой и потом вот она скатом показать как скат эта земля отсюда взятая силос и сравнять ее и здесь хоть дом строй такая вот здесь это метров около 15-20 и ширина такая же считай в какой участок что угодно можно сделать и дровяник и сейчас еще не сделаешь пока не не сравняем пока не утолочу вот у него вишка вверху сделано подъемник укрепил поднимать он сам сварщик был уль и пчел туда один поднимал и там их ставил он мед был угощал лагеря он очень добрый сколько на работы переделал тут варил везде нам помогал мне он это голубят не куда не глянешь столбы на этой большие там надо было приваривать на балерине она бы сгнила давно все павел тихонович это делал а теперь теперь никуда нет всему худому научила пьянство сейчас вот выбираем если выберем сейчас сразу бузину убираем забор весь лежит на боку проходила мимо человека такого то говорит соломон его то ограда пошатнулась все заросло крапивы вот один к одному три тысячи лет назад как будто сегодня было каждый день пьяный каждый день сердце железное а ведь не не два года 67 лет уже уже на пенсии 67 лет он на 10 лет моложе меня молимся а почему откуда знаю почему почему выпивал отец пьяным пьяным пьяницей не был все где-то сказалось а друзья товарищи все потерял в кгб работал комсомолец был строил ракетные шахты иргизия вообще отменный работник честный простой как-то им он попутно вот поехали к исселькулю там работают люди на обед они отдыхают это он идет травы собирает разные травы знал травы эти потом деньги свободное время где-то он взял участки убирают убирает но там нету этого дворника подходит кто там дома управ или кто ты упавил взял вот этот участок дом большой половина тут но я как-то распределю он взял участок половина участка этого бесплатно но там никого нет люди жалуются тогда подошел на 5 говорит ты бы вторую половинку то взял и он ни слова не говоря взял и опять убирает там один пошел получать ему двойной оклад он говорит а где деньги то какие у меня лишние мне же вот за столько до к 3 2 участка делаешь то так я просто так делал павел при простые мы его звали а участок который взял там подвал начальники говорит ему кто там дома управ или кто вот это вот уехали люди надо очистить сара это он говорит а если там что-то найду я куда девать такому отдавать да кому это твое люди бросили он начал выбирать а там божественные книги сколько он нашел добра она сама идет к нему травы его уже ждут там в аптеках правы трава у него отличная там без всяких примесей редкие травы он берет сдает и вот такой работник и здесь он все окрестно собирал все развалилась а все пола только я говорю фильм про белорусских партизан снимать здесь и вот теперь это усадьба никита андреевича колесникова что получится у него нет приживется нет мы не знаем ну вот так господь сделал пащенко володя никита они не рубля тут не вложили в эти дома не рубля помогли и деревне в этом не участвовал и как бог дал бог дал средства дал желание сейчас там ремонт идет в пол самое главное отдушина не были сделана дом хороший большой там 80 квадратных метров и сгнил пол с лагами в труху превратился теперь новое все сделали с отдушинами прокопали в полу отверстие вот пожалуйста приглашайте гостей в гости теперь у него на улице делает но двойной туалет приехал кальваю михаил михайлович стимиртау еще бы кто-то приехал помогли это в подвал вход над ним он не сделал надо сделать чтобы крышка была не всякая дождинка попадала так все мощи мерзнет раздирая для дерева вот это вот верху рамы вот это все что есть верху стропила это я делал у него каждый кирпичик моей рукой положим а остальное бетон на это он делал павел у него легко работалось в непритязательный такой красоты никакой а я сделаю крепко проще но не оструганная доска допустим там потолок не оструган и строгать было нечем надо было скорее сделается здесь был дом наших родителей мы сразу приходим домиком есть фотографии его чем-то даже немножко похожий деревянный в окно стучусь мать подойдет кто там крещеный кого бог послал мать была очень добрая какие нищие покинутые бабушки она всех знала и ко всем нас посылала и что-то дать надо было дать пирожки испечь там вот а отец пасет и даст обед а совсем почти не верующий там чуть-чуть верующих я вот два барана у меня рассказал если благополучно отпасу тут беспризорные бабушки две вместе жили пол барана им и пол барана туда приходится относить что-то спекут там одут и отдадут или мясо вот сейчас мы на этой усадьбе у них это еще воспоминания других нету кроме моих рассказов но рассказать и все честно и здесь нет ворована ни грамма нигде ничего все своим горбом нас так приучили родители и шкурицы посмотри как они в деревне так какая идилическая картина 5 курочек я работают они рядом вот я кидаю и около нее на расстоянии 20 сантиметров вот она стоит рядом и они не боятся почему они видят какое к ним отношение скотина же и птицы это понимают вот так теперь вокруг смотри как это сегодня забросаем от этого уберешь бузину сразу уберем тут простор будет бузина она ничего не дает вынесем это все на костер на костер летом когда дети будут здесь детского лагеря нет теперь только так кому-то приедут дети дети обязательно будут нас узнают у некоторых уже дети выросли а разные клеветы то эти которые там пускаются это на нас не касается выходит как-то здесь на проповедь ой курицу не зашиб комком снег этого земли николай бурдин их три брата священника три брата александр был благощинный красноярского края все это московского патриархата какой серьезный помощник прокурора работал я пригласил в гости был он у меня но с норовом что-то ему не что-то его заело там из-за меня поставили его по силовым структурам связи мвд кгб там вот это все везде а я там везде вел занятия меня отсюда вышибли сразу а сами не пошли меня снова пригласили а им поставили крест что интересно настоятель был благощинный власть больше чем у народу только у патриарха такая власть была войтович отец николай павлович а там майор мазур николай павлович высшее авиационное летное училище города барнавула и когда мне отказали он мне звонит и говорит мы пригласили не готов сколько платить будут как поча лапкин это у нас уже там 10 лет преподает говорит и бесплатно но мы не лапкин мы не солнце всех обогреть не можем доку вас будущее это у меня 475 курсантов молодые ребята помещение подготовлено экран и вы не хотите не хотим они не будут работать и все эти которые выступают где-то дворкин и говорят это зараза который наплело суда миссионерский отдел это дыра преисподнюю самое страшное что сегодня есть это патриархии миссионерские отделы самые бесчестные туда лезут бессовестная никакого страха божия нет почему обман миссионерские отделы не создавал бог никогда по двое посылал идите и проповедуйте какие отделы какие деньги трудящийся достойны пропитания тебя накормят мы отъездили два человека если в гости кто-то поехал там и шофер шофер это капитан корабля так считай везде принимают везде накормят и везде проповедь а это нет ничего миссионерский отдел он принадлежит богу там только дух святой они понятия не имеют сейчас выступил какой-то удар софи евгений кемеровской парке манкурт настоящий три лживейший лгудишка обо мне он судит учу детей я лжесвидетельствую еще дураком даже нельзя назвать до этого уровня дурака еще не дорос он ему еще надо 5 лет под лизой быть залезать за епископами за митрополитами дерьмо которые они на меня отпускают и он все это пакость эту говорит в интернете притом на что я могу ему сказать будет суд божий а мне повредил да конечно нет как он повредил я работаю лопату не отнял я каждый день с утра до вечера с лопатой с топором с пилой вчера вечером уже косло а я начинаю пилы тащить пилы я был главный точильщик пил потеряевки мне бог дал желание трудиться и разные специальности деревенские видишь как а эти люди то что и вот этот николай бурдин выходит на проповедь а проповедь какая братья и сестры сестры обязательно сестры братья и сестры братья и сестры в библии ни разу нигде нету ни златоуст никто не говорил братья все кончилось отцы братья почему женщине нельзя обращаться они даже этого не знают окончили академии кончили на отлично как говорится красным дипломом там сделался доктор богослов для слов знаете вот есть игнатий такой он на американские доллары закупил все телевидение радиостанции там книги там наши там были польгуева николай игорьте чуть не закричала надежда ивана тоже он оставил жену с молодой хариской уехал куда-то но при хариске никакой нету жена при мне врали и это протоиерей говорить даже нельзя подлость подлые гнусные бездарности пираты захватили корабль никого не крестят ладошкой по голове и все я не должен говорить об этом я привожу 136 свидетель что крестить надо в полное погружение и врут стоят советская власть не разрешала как не разрешала все течение старообрядцев без поповцев а их больше пятидесяти все крестили в полный ни одного за 300 лет не крестили ладошкой по голове ни одного баптисты ни одного все в полное погружение при советской власти адвентисты и и свидетели игову ну кого-то к пиесятники тут названий много я не знаю в новосибирске 86 религиозных организаций все до одного крестят полное погружение но правда человек стоит когда его опрокидывает вот так то есть это положение во гроб а мы даже смерть христа крестившийся смерть его крестили смерть то есть вертикально присел и стал в воду скрылся и опять вот так как христос умер на кресте прямой я попутно все сказать и он я с ним встретился и отец николай но теперь про меня скажет пузатый поп тут еще ломаешься ты же говорил что я убежал а я вот он ты говорил я купил а у меня денег нету они все привыкли за деньги а у меня не за деньги сейчас телевизор россия 24 приезжала анна афанасима с осланом с этим оператор который и вот в интернете везде а этот который манкурта выступил гунишка красноярске его матерят матом это откуда он взялся паразит свинья жирная выполз матами матами его кроет везде он даже не знает это и у него в жизни ничего благословения не будет выперсал он еще заказ был заказ органе вероятности радиостанции свобода масоны они на меня зуб тощат уже лет тридцать потому что я 14 лет этой теме отдал м1 м5 выпустил я отсидел за это все что сказано было до революции советское время за границей все помещено там и мне сказали следующее если будет кассета то интервью с антихристом только понятно ничего не закупал вдруг звонят телевидение германии вы примите нас звонят студии 2 сразу мы хотим о вас фильм снять приходят на дом с режиссерами я говорю если вы меня снимете у вас фильм не примут да ну да что ну и правда один фильм занял первое место на международном киноконкурсе предчувствие снимал это красноярский филиал от свердловской киностудии документальных фильмов кузнецов владимир сергеевич кажется им чтобы не ошибиться второй фильм он снял златоус из потеряевки златоус мое прозвище потеряевка вот это где мы находимся он занял первое место в россии ну это говорит о чем-то я говорю этого авария постигла друга путина евдокимова михаила сергеевича и там деньги собирали снимали фильм сняли никто его и не знает а какое место да никакого почему это жизнь это жизнь во христе и она побуждает людей заинтересоваться этим это я попутно все говорю где мы находимся еще делаем что делаем мы делаем делами на сегодняшний только день вот так все пока подолгая союз дайте курочки есть